так а и корпус экипаж танка который вчера очень хорошо работ поработал во время боев по прорыву границы представьтесь пожалуйста танкист вы представьтесь пожалуйста и вы тоже просто можно говорить позывные это для и корпуса понятно расскажите про вчерашний будет что было сделали свою работу отстояли свою зиму понятно с потери потери с их стороны есть по нашим меркам незначительные хотелось бы больше как у вас с боекомплектом со всем прочим заполняемся по мере опустошения понятно сегодня сегодня насколько мне известно нам противостоит довольно таки крупная броневая группировка противника не пугает вас это как вы будете делать против нас все время стоит какая-то крупная группировка противника поэтому как бы если бы мы пугались мы сюда не шли понятно так ребята вот посмотрим это наш экипаж вот их доблестные а туда мы проедем не проедете ребят ребята не проедем наш танкист позывной алтай алтай вот как ты здесь оказался ну как сначала смотрел что творится на украине но когда увидел что то что случилось в одессе в мариуполе сказал что все ждать нельзя поэтому собрался и собрался приехал 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 получил там и учился на танк получил воюю потихоньку ты кадровых офицер это хорошо нам кадровых офицеров не хватает скажи вот принципиальное отличие этой войны от всех прочих вот в чем проблема главное ополчение в чем преимущество ополчения что нам нужно сделать для того чтобы пособедить противника который в последнее время быстро учится и привлекает и иностранных наемников отличие этой войны это совмещение гражданской войны с войны с войной с фашизм поэтому вроде гражданская война обратно обратно по идее но дело в том что на той стороне бандерлоги в основном давят мирное население политика чтобы мирное население отвернулась от ополчения это преимущество ополчения как раз в том что его поддерживает народ донбасса в основном но плохо только то что слишком мало идет людей таких кто должен держать оружие они они сидят и только идеи делает что когда когда идешь колонны они машут в какие мы мыло якобы с вами но стоит с кружкой пиво а в ты главная причина такого отношения как считаешь они думают же думают что россия сделает все за них я не ждут это но свою землю свои свои хаты защищать должен каждый сам понятно скажи вот на твой взгляд этот вопрос мы многим задаем на твой взгляд каким будет государственное устройство юго-востока бывшей украины что это будет новороссия конфедерация республик все это территория валяется в состав россии вот что живое любой вариант он при это свободно государство здесь приемлем потому что люди все вот юго-востока юго-востока они думают думают они живут одинаково будет независимое государство новороссия но это было будет братская газа не государство россии вольется в россию также как контроль мы будем строить единое государство как сейчас помогают крыму как помогали помогают будем поможем восстановить новороссию потому что народ наш русский согласен с тем что запад в лице сша стремится превратить территорию украины нацистский плацдарм то есть если россия нам не поможет то в конечном итоге будет нанесен удар по ней с этого собственно мировые сил уже не скрывают но и найдется против россии но я скажу так то что плацдарм это это одно но самое главное они уже давно продам продали земли земли донбасса земли юга земли это продали американцы американцам всеми байденам там это народ этот который вот здесь живет здесь он не нужно скорее всего сделают был бы будут также качать свой газ там на этот сланцевый это это вам поэтому и вышибают в основном мирное население потому что люди то им не нужны то есть это не война по большому счету это ген нации да это